Дружба Дружба. Что есть дружба между мужчиной и женщиной? На сегодняшний день я вам хочу дать очень важный материал, чтобы вы не разрушали свои отношения, чтобы вы понимали, что в этом заключается, что в этом парадоксальном явлении заключается, какой смысл. Дружба. Что значит дружба? Дружба – это социальный союз между личностями, который удовлетворяет обоих. Правильно? То есть человек с человеком подружился, у них есть общий интерес, и они обмениваются какой-то информацией, и у них есть о чем поговорить, общие интересы. Кстати, я хочу сказать, что я наблюдаю очень важные вещи. Когда я беру интервью или провожу консультацию, женщина очень часто говорит такое. У нас много общих интересов. Нам есть о чем говорить. Мы очень, так скажем, нужны друг другу. Но его интерес ко мне пропал любовный. Я хочу, чтобы вы понимали, что взаимоотношения – это не есть нечто, что вам далось, и, значит, оно должно быть всегда в том виде, в котором вы его приняли. Вот вы встретились, полюбили друг друга, и все. И теперь вы по жизни будете идти вместе. Нет. Нет. Все имеет свое развитие, все имеет свою динамику, все имеет свои, так скажем, изменения. Любовь – живая субстанция. Мы с вами тоже живые, и в нас идет развитие вместе с этим. То есть мы, каждый из нас, мы развиваемся. Кто-то деградирует, кто-то развивается. У каждого свой путь. У каждого тот путь, который он для себя выбирает. Я хочу сказать очень важную вещь. Что если смотреть на дружбу между мужчиной и женщиной в начале их отношений, то, как правило, мы можем засвидетельствовать, что дружба перерастает в любовь. Правильно? Дайте мне обратную связь. Все с этим согласны? Что естественным образом дружба перерастает в любовь. Да, 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 да. Отлично. Но любовь не перерастает в дружбу. Не всегда. Вы со мной по спорте. Вы со мной по спорте. Не всегда. Не всегда. Совершенно точно вам могу сказать, что если вы начали дружить с любимым человеком, распрощайтесь с любовью. Продолжайте. Тот, кто со мной не согласен. Людмила, если вы со мной не согласны, продолжайте дружить. Я никого не призываю делать то, о чем я провозглашаю. Поверьте во мне. Никого. Ни одного. Мало того, я всегда предупреждаю. Подумайте, прежде чем сделаете этот шаг. Потому что шаг должен быть осознанным. Почему я не люблю советы? Потому что совет – это не есть то, что нужно осознать. Рекомендации, где вы на основе знаний, которые получаете у любви, вы получаете рекомендации и рассматриваете, и осознанно идете по тому или иному пути. Людмила, хорошо, хорошо. Поверьте, я здесь не для того, чтобы спорить или оспаривать вашу точку зрения. Или не оспаривать. Я вам зачитаю факты из Википедии. В Википедии – это, вы знаете, в интернете существует всенародный сайт мирового значения. Там и английский, и русский, и на любом языке вы можете найти материалы, которые говорят о следующем. Открывайте Википедия, прогуглите «Дружба» и какое определение вы там найдете. Зачитываю. Дружба – это взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимной симпатии, общих интересов и увлечений. Так? Любви пока держите в кавычках, потому что я сейчас поясню, о какой любви идет речь. Далее. Дружба исключает сексуальные и любовно-эротические чувства по характеру мотивации. Вы знаете, что такое мотивация? Понимаете, что имеет смысл мотивация? То есть человек дружит, потому что он испытывает в этом потребность. То есть потребность реализует мотивацию. Я хочу это делать, потому что. У меня есть все основания на это, правильно? Я хочу дружить, потому что. Правильно? Дальше продолжаю объяснение. То есть из Википедии. Я просто оттуда взяла, скопировала и вам преподношу. Обычно считается, что для дружбы характерно отсутствие сексуального влечения. Отсутствие сексуального влечения. Это Википедия. Я, кстати, решила посмотреть Википедию и посмотреть определение дружбы. И с удивлением для себя обнаружила, что мои знания и знания Википедии совпали. Мне очень приятно и очень лестно от того, что я так хорошо работаю над этими знаниями. О чем я хочу сказать? Что значит вот в первом смысле любовь, которую я вам сказала держать в кавычках? Как вы думаете, какое количество любови вообще существует на Земле? Какое количество любви? Видов любви. Какое количество? Как вы думаете? Разновидности любви. Вы думаете, любовь это одна, да? Одна ко всем, кого люблю одновременно. Смотрите. Хорошо. Понятно мне. Смотрите. Есть братская любовь. Есть братская любовь. Братская. Сестра к сестре, брат к брату. Четыре вида. Мало. Мало-мало-мало. Значит, сестра к сестре. Есть материнская любовь. Разве может материнская любовь сравниться с какой-то другой любовью? С братской. Нет. Материнская любовь. Сексуальная любовь. Сексуальная любовь. Сексуальная любовь. Тело к телу. Почему очень часто мужчина говорит, что я хочу ее как женщину, но не могу оставаться с ней рядом? А? А? Дорогие мои. Любовь дружественная. Вот она похожа на братскую любовь. Здесь нельзя подмешивать. Я хочу сказать, что есть очень много. Любовь к собакам, животным, да? К кошкам. Это другая любовь. Ты не можешь быть братской любовью. Это вообще там пятая-десятая любовь. Не будем сейчас вдаваться в подробности о разновидностях любви. К родине. О, правильно. Патриотизм. Совершенно верно. Любовь к Богу. Еще одна любовь. Мы можем здесь перечитывать бесконечно. Но я хочу, чтобы вы понимали и сделали выводы о том, где женщина проявляет себя в качестве друга рядом с мужчиной, она перестает быть с ним женщиной. Потому что дружба в любви есть братская любовь. А что есть братская любовь? Чувствуете разницу? Или любовь к матери. Какая потребность у нас? Любовь к матери. Любовь к любимому человеку. Обратите внимание на то, какова потребность в этой любви. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. И все-все-все-все тому подобное. Я это очень тщательно объясняю через вебинар «Ошибки любви» там, где женщина делает огромные ошибки относительно проявления себя в отношениях с мужчиной. Очень огромные ошибки. И за этими ошибками она фактически теряет себя. Она теряет себя. Она теряет интерес к себе. То есть мужчина теряет к ней интерес. Потому что желание дружить и быть верным другом для мужчины значит, что перед ним… Кто? Кто перед ним? Подруг. Друг. Друг, да. Друг. Вот. Его собака – друг. Вот. Потому что в этом он… Подружка… Ну, вы знаете, подружка она даже сексуально как-то звучит. А вот друг половых отличий не имеет. К хорошему другу… Знаете, очень часто мне приходится… Я часто привожу этот пример. Мне он нравится. Имя тоже нравится, которое я употребляю. Потому что за этим именем стоят все женские имена, а не только то, которое я провозглашаю. Но когда женщина мне приходит и говорит, у нас развивались отношения, была любовь. И вдруг он мне говорит, хороший ты друг, Танька. Хорошего бы тебе мужика. Лишь только подтверждает мою версию и явное предположение о том, что мужчина, когда он начинает с женщиной дружить, он теряет к ней сексуальный интерес. Но имейте в виду, взаимоотношения между мужчиной и женщиной заключаются не только на сексуальном интересе. Помните об этом. Помните об этом. Помните об этом. Вот что. В ближайшем… То есть на следующей неделе в субботу состоится вебинар «Ошибки любви». Те, кто хочет повторить, присылайте мне ваши заявки. Потому что тот, кто повторяет, повторяет вебинары бесплатно. Поэтому присылайте свои заявочки. Буду очень рада вам в этом смысле. Я пришлю вам пригласительный. Для тех, кто первый раз. Приобретите этот вебинар. Он стоил 60 долларов. Во всяком случае, вы для себя обнаружите потрясающие вещи, хотя бы вы перестанете совершать те ошибки, которые до сих пор совершаете. Потому что если ваши отношения никак не формируются, то значит, в них присутствует огромное число ошибок. Как правило, я насчитываю порядка 40. Даже больше. Вот 30 из них мы изучаем через вебинар «Ошибки любви». И остальное количество мы изучаем через глупые уроки для умных девушек, где я подробно объясняю, что есть женская сексуальность, что есть женское начало, женская притягательность, магнетизм, в чем он заключается. Мы даже отчасти тренируем некое поведение того, какой нужно быть женщиной для того, чтобы зажигать в мужчине любовь и удерживать его внимание на себе как можно больше и дольше и развивать отношения. Да, кстати, в своей теории любви я вам даю необходимые знания о том, где брать этих самых мужчин, как знакомиться. То есть, знаниями вы сэкономите себе время и силы в поисках достойного партнера и в том числе и выбора достойного. Потому что вы через знания будете знать, какой мужчина способен, какой не способен. Вы будете в этом легко ориентироваться. Если вам нужно приобрести, пожалуйста, дайте мне заявку на приобретение того или иного вебинара или аудиолекции. Все, кто приобретает у меня через теорию любви аудиолекции, получают бесплатный вход, бесконечно бесплатный, повторный вход на вебинары. И получают знания. И наоборот, тот, кто приобретает пригласительные на вебинар, тот приобретает лекции бесплатно. Одно другое заменять. С другой призмы, с другого угла я каждый раз даю вебинар по-новому. В ту же самую тему мы рассматриваем по-другому. У меня женщины по 5, по 6, по 7 раз приходят и с удовольствием, с удовольствием проводят со мной время. Я это знаю. Всем интересно. Даже тем, кто уже знает все, казалось бы. Поэтому, дайте себе такую возможность. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»